собственно всем привет с вами андрей у нас рыцарь бумаги пера 3 часть в этой серии если все правильно подсчитал мы вместе с вами будем открывать класс гладиатра у нас ежедневное задание точнее ежедневная награда расщепляем лишние камни чтобы они не мешались камень нам выдали даже пятого уровня на самом деле он серый камень поэтому для нас он весь полезен в библиотеке покупаем книги нас интересуют книги 11 13 уровня ниже нас не интересует от того совсем мы возьмем для коллекции того чтобы было возможности качать руки в пассу я убираем семерку убираем а собственно прокачали давайте заберем ежедневную награду у нас класс медиатор открыт давайте посмотрим что это за класс посмотрим сможем ли мы ежедневный да вот обратить мани ежедневная награда 500 монет она раз в 24 часа кулдаун ница собственно как только вы зашли кулдаун пошел давайте посмотрим сможем ли мы гладиатора просто посмотреть создать его я думаю он скорее всего добрый мани гладиатор доступен давайте посмотрим что он из себя представляет и у него скиллы на самом деле это хорошее скорее всего защитное чудо но я думаю мы его от варфа отдадим его хотят варф и не всегда полезен я бы лучше пубана отдал это еще баба давайте посмотрим что он из себя представляет вообще этот собственно гладиатор какой нам там уровень дали для него первый уровень у него склянка первого уровня понятно в общем и целом он первый уровень на самом деле это очень плохо я думал что у него скиллы все-таки раскачаются у него пассивка пассивка видите вы представляете первое пассивное умение которое присутствует у ребят и в основном были активные люди кто в пассивные люди интересно интересно в идеале гладиатор тоже будет посмотреть собственно у нас по персонажам у нас человек профессор воин вот такой вот экипировочка на самом деле я ему сердца зачем-то забрал надо бы это было вернуть сердца либо докупить дополнительно что-то в плане счета чтобы он просто держал лучше сейчас мы вместе с вами после этого посмотрим также у меня присутствует человек профессор ну так называемый торговец я его называю он собственный день 10 процентов за власти дает нам больше голды также присутствует рога татуировщица и эльф шаман человек и констебль констебль он замедляет собственно рандомного вашего врага на минимальную инициативу его бросает очень полезно особенно подругу очень полезно и паладин собственно он является человек кузнец кузнец у нас ускоряет прокачку своих айтемов которые на него одеты в данный момент а увара профессор он просто 15 процентный шанс агерить на себя цель рандомная мы это посмотрим что мы по навыкам можно что-то прокачать да мы можем собственно прокачать ему астральные так называемую формуну то есть заливание маны цель и все да да но все остальное прокачано давайте прокачаем астральную форму для этого нам нужно 2 11 книги и 2 13 у нас в данный максимальный уровень прокачки книг 13 для этого нужно качать библиотеку чтобы был выше у нас получается 1 13 и 2 11 давайте еще одну забираем На тринадцатую книгу И прокачиваем его недостающий перк А что делает этот перк? Он просто ускоряет скорость передвижения ваших персонажей Тем самым они ходят быстрее То есть, например, их зареспауновало в самом начале боя Например, ходить пятым А благодаря вот этому астральной форме Он ходит, грубо говоря, после шамана Если он до этого ходит, то он может просто походить еще раз То есть, в одном раунде он может за счет астрального плана Ходить дважды На самом деле, очень полезный перк А вот этот астральный план, который не всегда работает Учитывая то, что враги бьют массой И непонятно, кого прикрывать Астральный план просто вас не атакует Если вы кидаете его на себя Это полезный перк в теории Для того, чтобы с защиты вставать Собственно, это копье, но, точнее, это посох Но для нас он двуручный, как вы видите Поэтому для нас он бесполезен Вот давайте пробежимся по квесту У нас, собственно, книга девятый уровень И очень мало опыта и золото тут дают Это, скорее всего, просто, как говорится, поговорить квест Тут написано для сбора он Но на самом деле он, скорее всего, чисто просто поговорить будет Наши, ну, говорят, что нам нужно шлепать в замок Давайте добежим до замка Ну, тут они сейчас с королем поговорят В одной из прошлых серий мы шлепнули Так называемый черно-серого мага Который у нас уже другую форму имеет Мы потратили в два раза больше денег, чем они нам и поддали За этот квест На самом деле нам они отдают рубины Которые у нас идут под золотыми монетами Поэтому для нас этот квест в любом случае в плюсе будет Нам предлагают, что вы хотите выбрать Словно сказать, я, общественно говоря, не знаю, что выбирать Давайте не будем особо думать Мы выберем просто Первый вариант Скорее всего, это какой-то бой Я так думаю Ну, давайте посмотрим Нет, как видите, мы пришли Бой будет, видимо, дальше Для галочки, в принципе, можно также прокачать ему этот перк За то, что он маг, ему, в принципе, будет все равно Также для воина отдать ему еще два слота Для того, чтобы он просто держался получше Давайте поищем, если у вас что-то в инвентаре Имеется в виду на складе Что-то такое полезное, что мы могли бы ему отдать Вот, например, на кольца на деф На 134 Я думаю, для него они зайдут микроб Стан не работает Потому что мобы Я вам показывал в одном из выпусков Стан не работает на них От слова совсем То есть у нас вроде пробивает для слов проблем Стан не срабатывает Хотя мы шапку вроде одели А она не срабатывает Поэтому давайте оденем два кольца Таганадель Для танка Для танка, я думаю, будет неплохо Жалко, нет какой-нибудь провокации Но я думаю, это можно будет купить в маркетплейсе У нас который 9 уровень сейчас, в данный момент Но у нас, видите, у нас атака кровью Есть на за 200 монет 209 тысяч Хорошая тринька Но проблема в том, что кровотечение может сработать Скажем так, не с первого хода Поэтому мы ее как бы вроде возьмем Но в то же время она сработает не сразу Кромоток, конечно, 26 это шикарно Но лучше, когда будет максимальный уровень Чтобы уже 100% видеть Давайте танку оденем, собственно, его Кольца, так называемые Выбираем слот и ставим Надели танку бойцы Теперь он идет чуть побольше защиты Давайте прокачаем шаману его А, у него тут фуля Да, у него фуля Понятно, я прокачал, да? Да, я вместе с вами прокачал уже В принципе, можно прокачать ему астральный план Но единственное В большинстве случаев Его это не спасает Хотя можно, в принципе Почему и нет? Единственное, только на танка И нет смысла прокачивать Собственно фури Так называемый фури Она называется Это Нанесение урона танкам Астральный план, в принципе, ему, наверное, поможет Я так думаю Давайте его прокачаем Для этого нам нужно 5 свитков пятого уровня У 2 седьмого То есть получается, смотрим У нас 5 свитков пятого уровня Есть 2 свитка Седьмого уровня есть 2 свитка девятого уровня есть 2 свитка одиннадцатого И, собственно, 2 свитка тринадцатого уровня Собственно, есть Давайте прокачаем ему астральные формы Для того, чтобы он, если его продаман Чтобы он мог на себя астральные формы кинуть И вылечиться У него полторы тысячи здоровья Но в большинстве случаев Как показала практика Ему это не поможет Если его убили То есть имеется Практически до Волл хп добили То ему, скорее всего, это не поможет Если это вешать на танка То ему, опять же, это не поможет Потому что упадет агр И тогда Все будут бить Кого-то другого Что не всегда полезно Обратите внимание 1800 хп Астральная форма вылечит 1800 хп Она его вылечит И 300 едиц энергии На самом деле, это очень много Для магической классной 300 энергии в копейке Для физиков 1800 хп копейки Но все-таки мы прокачали И давайте, может, вместе с вами посмотрим Гладиатора А чтобы посмотреть Он является танком Но он Пинципно, одну щит Какую не глядать Чтобы он у нас В инвентаре не отсвечивал У него как раз есть Один Из щитов Давайте ему зелененький щит дадим И на какой-нибудь бой Его посмотрим Не знаю, вместо клерика, например Мы, собственно, уже выбрали То, что ему будем качать Давайте ему просто Поставим и посмотрим Клейф пока пускай один ход отдохнет Отдадим ему щит Пускай он просто присутствует Он первого уровня гладиатора Непонятно, что он из себя представляет Давайте полечим его У нас неожиданные атаки Застали врасплох И на нас напали Миньончики Давайте за мной сейчас Ну, видите, он ходит последний А танк вообще ходит первый На самом деле, это очень неудобно Он ходит последний Давайте следующий бой Ему просто опыта до пятого уровня Нужно докачать Важно не оставлять своих надолго Потому что, если вы оставите их надолго В идеале вообще Большую часть персонажей убрать Для того, чтобы ваши персонажи получали больше опыта То есть убрать танка Убрать паладина Собственно, я думаю, Рога справится Оставить, собственно, так Вот у него, видите, гранитная броня прокачалась Гранитная броня качается вместе с опытом Ну, имеется в виду, вся экипировка качается вместе с опытом Тем самым, чем больше вы могов потушите И чем больше вам опыта дадут Весь опыт делится на количество участников Которые присутствуют В текущем бою Соответственно, если вы убьете, например, 10 участников Соответственно И у вас в бою будет 10 мобов Вам и засчитает, как за 10 Нам дали мусорный щит для вас на бесполезе Полторы тысячи опыта У нас не уровень должен быть Нет, видите, он уровень опыта Собственно, третий уровень уже У нас вообще аппнет его до пятого уровня Он таунтит всех И у врагов получается минус одно Получается, ну, на очки бросков, так называемые, спасительные Очень полезный перк У него очень много пассивок У него вот одна активка Это таунтит на себя На самом деле, мне кажется, он даже лучше был бы в плане танкования Ну, гард, мы уже с вами с ним знакомы Он кидает на рандомную цель гард И он эту цель защищает Вот этот мы не посмотрели еще Это просто физикал дамаг для цели И таунтит ее А все члены пати Получают 15% бонус к защите на два раунда Непонятно, правда, от чего бонуса Но давайте посмотрим До пятого уровня качнем Мы инициативу проиграли Сейчас мы будем очень много урона получить Он погиб Но это не важно Важно, что он получит опыт за бой И мы ее потом воскресим Наша задача, чтобы он достиг пятого уровня Чтобы мы посмотрели все его скиллы полностью 50 монет оживления его стоит в данный момент Мы просто инициативу проиграли Из-за этого нас убили Один выжил Но они все погибли Просто полоска провисла Дали склянку бесполезную По внешнему виду она начальная уровня Да, это второй уровень На 500 энергии Ну, 500 энергия для не магических ласкет Будет неплохо Для магических ласкет Это бесполезно Четвертый уровень дрей Собственно, новая гард аура На самом деле, в плане танкования Будет неплохо У него, собственно, гард аура Как у паладина Защита, как у танка То есть у вара Эта способность получается Он просто таунтит всех врагов на себя И снижает их Получается способность Ну, сопротивляться Так называемым Дотам Дополнительным эффектам Это Сложно сказать Непонятно Что это восстановление Надо пробовать в бою Я не знаю Но про это я уже рассказывал Это приносение дамага Он Каждому Всем членам пати 15% Бонус защиты дает Ну, вообще Процентное соотношение В идеале, конечно, его посмотреть Но его надо смотреть С другим Отрядом И посильнее Чтобы ребята были здесь Для того, чтобы Ну, просто не Проседали они В идеале Это уж Брейкера поменять Например, на Его Для того, чтобы Не заморачиваться с ним Давайте возьмем Всех Кроме Местами Надо поменять Паладина на свое место Шамана на свое место Гарда тоже Ну и клерика Клерика Местами поменять Гарда на место танка Посмотрим Ну и, собственно, клерик На свое место Давайте посмотрим На высокую локацию Как он себя покажет У нас, правда, квест здесь Но тут вам предлагают Доспех для него как раз Отдать Он на хп Ему как раз Самое топливое Но проблема в том Что он может Очень сильно Пострадать здесь Я просто хочу посмотреть Что у него за скиллы Вместе с вами Разумеется Давайте нажмем Хард Для того, чтобы И чтобы наши Персонажи Смогли проходить Он ходит седьмой У юнициатива Очень низкая Давайте его разгоним Собственно Давайте посмотрим Что у него за скиллы Ну, Гардауру Вы уже Сами видели Давайте посмотрим Что делает Его второй скилл Получается Я правильно понимаю Нет Третий скилл Второй скилл Это пассивка У него, конечно Таунд на всех Как вы видите Но, опять же Он не на всех работает То есть, вы видите Таунд сработал Но он сработал Не на всех Ну, то есть Вы сами понимаете Что таунд Ну, то есть Нужно качать Вот эта способность Которая у него Присутствует Таунд Ау Она Нужно качать на максимум То есть на 13 В нашем случае И минус 13 У него будет Присутствовать Цифра Тогда возможно Но не факт Он сагарит Но, опять же Ему надо фул защиту Давать Потому что Если его пробьют А его будут пробивать В любом случае То У нас, конечно Это будет опечаливать Надо посмотреть его Способность Если я правильно понял Ее способность Это бессмертие Пассивная Уберем Мы даже по ней попасть Не можем Ходит паладину Мы хотели Посмотреть этого Поэтому паладин Просто кого-нибудь Ударит Случайно Чтобы он Не отсвечивал Здесь Ускоряем Этого Персонажа Он бьет Просто с руки Сейчас Ударил с руки Он нам дал Бонус Дефа На 2 хода В идеале Посмотреть Сколько у нас Дефа было Сколько стало Дефа у нас Получается 15% Давайте посмотрим Сколько сейчас Дефа у нас 730 Под бафом Уроги В данный момент Сейчас мы посмотрим Сколько дефа Снимется С него Ну в общем Главиатор Это такой Охреневший Танк Который Просто Все Танчит То есть Если вам Не хватает Именно танкующие Вас Моба То Главиатор Будет лучшим Решением Потому что Он Кастует Мало того Что Гартауру То есть Это Защита От магов Ну Каскать Защита Это просто Уменьшение Урона По площади Гартауру На самого Дохленького То есть Его не пробьют Массовый Таун То есть Все враги Будут Бить Именно Его И Собственно Армор Ну Это Как я понял Это Выживание На Одном ХП Ну И Собственно Бонус 15 Процент То есть Как вы Помните Нам Было 730 Давайте Посмотрим Сколько Сейчас У нас У нас 635 Ну То есть Армор Тоже Прибавляется Когда Танк Бьет Просто Руками То есть Для него В общем И целом Неплохой Персонаж Если Так В двух Словах Как говорится О нем Говорить Персонаж В целом Неплохой Где Наш Вар В плане Танкования Лучше Его Скорее Не будет Потому Что Он И Масса Грит И Он Защищается Лучше Но Он Очень Мало Урона У него То есть В плане Танкования Лучше Скорее Не будет Это Именно Гладиатор Который Мы С Ведем Минограда Получили А вот В плане Защиты Пока Не ясно Давайте Ему Благословление Мира Папироса Посмотрим Квест Доспех Можно Будет Сейчас Ему Отдать Тут Видите 28 Квест На Палку Появился Ну Нужно Что-то Собрать Я понял Еще 30 О Нифига Себе Что Увеличивает Шанс Спастись Из Боя Офигеть Видели Да Я Предлагаю Собрать Это На самом Деле Это Просто Квест 30 Уровня Почему Они Именно Сейчас Потому Что Мы Пришли В Локацию С Квестом 30 Уровня Из-за Этого У Нас Подняли Общий Уровень Квестов Давайте Попробуем Выбить Вот Эту Вот Мне Просто Интересно Но Если Я Правильно Понял Шанс Спасения Из-боя Мне Интересно Работает Лето Подземелье Как Ряд Можно Будет Подземелье Сходить Посмотреть Давайте Попробуем Выбить Это А Ну Пассивные Квести Считать Особо Нет Смысла То Есть Там Бесплатно Класс Шикарный Нам Его Бесплатно Отдали Шанс Спасения Из-боя Я думаю Стоит Его Одеть Ну Щит Понимаете Бесполезный Доспе Шапка Собственно Как я Говорил Ранее Она Бесполезная Потому Что В шапке Вы По сути Ни хрена Не сделаете Защиты От стана Там Нет Нам Не пишут Там Написано Практически Иммунитет Шанс Спасения Из боя Неплохо Непонятно Кому Ее Отдать В идеале Наверное Конечно Для Пати Ее Отдать Кому Вопрос Кому Ну Опять Как Пойдем В Подземелье С Сорками В Которых Десять Тысяч Здоровья Тогда Будем Уже Пинать А так Пока Я думаю Нет Смысл Давайте Щит Расшипим А Это Его Оружие Щит Расшипим Он Бесполезен Для Вас Посмотрим Что там Еще За квесты Возможно Что-то Еще Как Видите Посох Остался Но Опять Он Зеленый Плюс У него Одна Кринка Вставляется То есть У нас В данный Мамент У всех Персонажей Синие Посохи Но Тут Дают Еще Помимо Всего Прочего Два Изумрудика Давайте Заберем Диалог Бесполезен Потому Что Это Не Активное Задание Оно Пассивное То есть Скажем так Вторичное Задание И поэтому Особо Акцент На нем Внимание Делать Не стоит Нам Продагает Кого Мы Выберем Ну Давайте Выберем Самого Первого Археолога И Собственно Нам Продолжение Акцент 15000 Ну Давайте Добежим Ладно Что Уже Засначили На нас Засада У нас Напали Нобы Минус Один Нам Нам Дали Книгу Что За Книга Ну Они Дохненькие Они Самые Самые Слабые Книга Пока Непонятна Давайте Убьем Второго Лобстера Попытаемся По крайней Мере Да Убили Лобстера Получили Мусорную Склянку И Собственно Добиваем Этого Наш Рога Бьет 5000 То есть У него Шансов Не было Что За Книга Это Книга Пятого Уровня И Собственно Склянка На 150 ХП Ну На 150 ХП Бесполезная Склянка Поэтому Ее Просто Галкивать Продать Нельзя Но Факт Бежим Дальше По Квесту А По крайней Мере Там Изумрудники Которые У нас 504 Как Квест Завершили Нам Дадут Чуть Больше То есть Видите Мы Сейчас Пробежали Нам Дали 506 Жалко Пост Нельзя Продать Но Пост Мы Можем Расчетить Сейчас Мы Это Сделаем Не С вами Для Безполезен Мы Просто Расщепляем Получаем 4 зеленых Скидка Собственно Возвращаемся Обратно Тут Есть О Обратите Внимание Есть Еще Какой Предмет Это На На самом Деле Это Полезный Предмет Сохранение Для Статуса Для Всех Плюс 10 А у Нас Есть Такой Предмет А У Нас Кстати У Половина У Палка У Нас Есть Такой Предмет У Нас Плюс 5 Для Пати А Том Наверное Не Для Пати А То Это Для Персонажа Не Дуально На Сам Для Персонажа Не Дуально Думаю Бесполезно Будет Потому Что Нам Эффективнее Для Пати Хотя Теории Если Такая Чистая Танка На Опять Защита Давайте Тридцат И Сделаем Квест Флогол Старичный Считать Ваше Более Смысла Пролистываем Его На Нас Напали Два Моба Это Два Мага Точнее Больше Напало И Что Что То До Хрена Напало Давайте Посмотрим Что У них За Уровень У них По Четыре Тысячи ХП И Два Крайни Гун Ола 1200 На Сам Деле Это Очень Плохо Это Серьезный Бой Достаточно Нам Нужно Как Можно Быстрее Тушить Вот Эти Вот Ребят Вот Он Первый Раз Соду Залил 700 Ударов Получили Наша Задача Они Не Заливают Дебахами Поэтому Таким Стар Шансы На Статы Бесполезны Мы Сразу Постанем Пускай Будет Палагин Кидает Гартауру Для того Чтобы Получить Меньше Урон Мас Савер Не Сработает Потому Что Они Бьют По Площади Полечим Немножко Наш Ребят Будем Пробовать Срезать Следующего Из них Тут Самый Дрищ Это Вот Это Давайте Попробуем Срезать Мы Его Срезали Это Минус Два Остался Один Отдадим Как раз Танку Этот Предмет Правда Он Для него Особо Бесполезен Но Все Таким Попробуем Застанеть Его Не Знаю Получится Нет Получилось Его Застанеть Давайте Переагрим На Танка Собственно Мы Получили Этот Предмет На Выгрыже Был Это Квест И Квест В Своих Случа Он Дает Бафы Для Героев Для Одного Героя На 5 Боев Очень Полезный В Квестовых Боях Очень Полезный Предмет Что Нам Отдали Предмет Для Баф Монкей Плюс 10 Для Статов Пусть Еще 14 Гемов Давайте Отдадим Паладину У Него Хара Свободная Ячейка Просто Чтобы Он Лежал Также Можно Книгу Выложить Чтобы Она Не Мешалась Книга 11 Тира Для Нас Она Бесполезная Потому Что У Нас 13 Тир Сейчас Пока Убираем Ее Если Я Правильно Увидел У Нас Что Еще Прокачалось Да У Нас Щиты Прокачались Апы М Щиты Они Апы И Туры И Как Вы Можете Видить Достаточно Ну По 10 ХП Конечно Не Особо Много А Повесить Деф Уклонение Немножко Но Все Так Они Фиолетовые Соответственно Это Достаточно Много Если Я Правильно Понял Фиолетовое Оружие Оружие Доспехи Будет Качаться Получается Серое Качается До Десятого Уровня Зеленое До 15 До Момента Перерождения Ну То Есть Так Названный Перекош Есть С помощью Сферы Восхождения Вот Давайте Посмотрим Есть Еще Хвест Квестов Больше Нет Собственно Берем Нас Возвращают Обратно Давайте Пробежимся По Монетам Конечно У нас Все Не Густо Но Это Надо Будет По Фармить Не Немножко Судья Монеты Давайте Посмотрим Что у У нас Еще Может Что-то Есть Обратите Внимание Фиолетовая Дубинка На Три Слота Но Она Двуручная Ну Вообще Двуручная Она Конечно Сомнительное Решение Но То Что Фиолетовые Вещи Начинает Попадаться Это Конечно Интересно Но Проблема В том Что Нужно Убить Скелетов Вот Где Брузя Скелетов Непонятно Честно Говоря Для Мага В принципе Дубинка Это Была Шикарная Но Проблема В том Что Мы Эти Скелетов Просто Найдем Нам Не Говорят Какой Конкретно Они Локации Присоцки То есть Мы Немножко Забегать И И Этих Скелетов Скорее Всего Они В Этой Замке Возможно Но Опять Ж Они Не Всегда Попадаются Поэтому Будем Просто Делать Пока Крест По Сюжетам А Этот Доспект Который У Нас Присутствует Понятно То есть Тут Ограничение По Кликанье То есть Мы Должны Выслушать Ее Диалог Сейчас Давайте Выслушаем Мой Диалог Щит Точнее Не щит От Доспеха Дадим Потом Нашему Главиавру Пускай Просто Они Ходят Хоть В чем То Полезном Та Была Конечно Была Шикарная Но Проблема В том Что Как Показала Практика Если Дают Собственно Триники На Этот Вот Собственно Отдали Доспех Третий Пир Отдадим Доспех Третий Пир Сразу Габиатору А Его Серый Шмот Расчетит 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 А Это У него Экипировано Первое Расчетит Расчетит Расчет а это просто уберем доспех чтобы он нам не мешался нам подскажут есть восклицательный знак это говорит о том что мы что-то мор могли бы улучшить либо что-то расщепить видите до состоятельный знак но понятно что мы с ним можем взаимодействовать возможно посмотри что заклась там какой-то еще новый предмет опять же какой-то двуручное оружие для магов судя по всему на самом деле для нас она бесполезная будет скорее всего сфера огня кстати говоря скелеты сомнительный 5 7 уровень за серый свиток смешно давайте заберем сфера огня нам нужно будет дехнуться в замке это побочный хвост замок в гребен с нами если у вас проблема в том что у нас по монетам все пока не очень два насекомых с которым мы уже встречались и максимум от нули бы здоровья да то есть литинг 3 600 и 3 200 самый опасный из них задний потому что он очень очень много урона может нанести не самый первый ход а вообще мы пытаемся его срезать до моего с первого хода срезали передние нам в принципе ничего не делает он как саппортящий танк идет для нас и не страшно попробуем его застанет у нас не получилось его застанет он бахнулся на блок сбили моему блок и убили получили некоторое количество манет вот на арбу мы тоже получили арбу убираем по крайней мере пока что нам подсказывает что у нас что-то здесь присутствует бесплатный предмет давайте разберем уберем его сразу чтобы он нам не мешался и слитки уберем и собственно этот предмет который мы так что вывезли бесплатно говорят то что что-то можно скорее загребить и посмотрим что это это наш молот он синий свет если мы можем его нагреть серый цвет грейди бесполезно мы его скорочеком расширять очень-очень много золота и предмет который для магов основном двуручный для нас он в принципе бесполезен он выступал что-то в виде посоха но опять же у нас идея лучше но опять же на скорость на скрыл энергию попробуем сказать поскольку он полезен двигаемся к сюжету возможно судя по количеству золота и опыту который там представлено за этот предмет его будет очень тяжело вдохнуть поэтому скорее всего нам нужно готовиться к тому что на нас еще что-то большое страшное нападет нам нужно дойти в красные собственно пустоши а у нас новый это город собственно красных пустошей давайте забежим новая локация собственно у нас напали роботы смешно я и мы по и проиграли им принц роботы бакуются на атаку судя по всему да значит нам два последствия у них по 4000 хп и по 5 принципе мы их надо не можем убить давайте карта урон ускоряем робу роба уходит в уклонение и крик удар усиленный тут кастуем блэс потому что я не знаю что они себе представляют пока так если я правильно понял это понижение армора да или нет а это понижение армора на 60 процентов причем она на стороне бафов висит а не дебафов на самом деле это очень смешно но уроки уклонения поэтому ему плевать на твое понижение получается нам нужно она и танка понизил армор и ага я понял он бьет электричеством по 700 это очень больно минус клерик клерика мы не сможем воскресить Mondo пробуем срезать по одному а не смею их слишком много пробуем масса брить очень большой урон танк не вывозит просто тупо Пробуем срезать хотя бы одного, одного срезали уже хорошо. Танк вахается на двух, они как-то и в проезжении армора бьют электричество. Мы проиграли этот бой, у нас все хилы упали, мы не убили никого. Да, они пробили сквозь уклонения, но нас это не спасло. Мы проиграли этот бой, пробуем отступить. Но я сомневаюсь, что мы кого-то сохраним в живых. Очень сложный бой, я не был готов к этому поводу. Пробуем искупить. Да, у нас получилось, мы убежали. Класс зафейлили, ты бы с ним у меня вся партия легла. 5 тысяч респаунд стоит. Они так очень сильно гнились. Поспали. Вот собственно эти роботы. Мы, честно говоря, не ожидали увидеть. Он очень сильный за этого невероятный. Класс красный, он 31 уровень, из-за этого он очень сильный. Переход 10 тысяч что-то. Класс. Ну это просто фигурки. Ну вы сами видите, что переход 1-10 тысяч стоит. Ну это что вообще трынец. У нас просто нет такой суммы. Мы отряд конечно воскресили, но мы ничего не успели сделать. У нас шаман очень быстро упал. У меня первый упал клерик, который нужно апать хп, но почему-то 2 тысячи ему мало. Потом шаман упал. У него тысяча, но он упал чуть позже. Я думаю, нам нет смысла пока этот кое сделать. Мы повременим. 20 тысяч дорога. Капинец. Ну вы сами видите, ну 20 тысяч дорога стоит. Только чисто сходить в одну сторону. Ну это нас застали врасплох, но это все мелочи в жизни. Видимо в одной из следующих серий мы скорее всего будем фармировать с вами деньги. Потому что ну это откровенно смешно. 20 тысяч дорога это прям откровенно никуда не годится. Мы всех убили кроме задников. Задников пытаемся добить. Нам урона даже не хватило. Две тысячи. Жирненькие тролли однако попались. Добить их не можем. Ставим теле на себя. Пускай бьет. Все. Добираем этого тролля. Который нас пытался в засаду. Получилось так, что мы просто не готовы. Будет. Я думаю мы в деревне и закончим. Хотя. Ну да. Так же хотелось посмотреть троллей. Скорее всего после 30 уровня у нас больше этих врагов против нас будет. Давайте посмотрим. Пойдем в данж первого уровня. Какой смысл первый? Давайте пойдем сразу в шестой и посмотрим. В воскресенье, если что пати. Мы пришли в данж. Наши начали дойти до костра и посмотреть что у нас на костре. А в прошлый раз там были летучие мыши. Помимо. Да. То есть видите. Да. Летучие мыши и так называемые огры. Давайте посмотрим сколько у них. 600. Ну то есть они дохленькие. Ничем не примечательные ребята. Попробуем их срезать кроме летучей мыши. Даем летучие мыши слабость. Устан Task. Попробуем его спать. Там не пропал. Телегия мы на это все последний. Ниндотанчиваем килип, пытаемся добить ее. Летучая мышь закончилась Бесполезно качать Давайте еще один бюро проведем, посмотрим Может у летучей мыши Это так, чисто Ну да, тут летучая мышь И он ходит первый С электричеством по площади Ну да, то есть мобы не изменились По крайней мере пока что Мобы не изменились, поэтому Давайте тролля посмотрим Полечимся по возможности Посмотрим тролля Тролли У нас 10 тысяч там тролли стоят Попробуем сможем ли мы их пробить Вот 10 тысяч на тролле Мы по инициативе проиграли В ноль причем Тролли ходят Но все равно они ходят Третьми Друговой сне Да, но тут без шансов Они в ланшоте все равно Ладно, мы можем в принципе Пока пожить еще Давайте дадим гард Чтобы понимали Тролли имеют 11 тысяч хп Гоблины 5000 То есть Даем щит на себе Рога бафается на ворот Рога бафается на ворот Резулектим нашего шамана Шаман кастует дождь Тогда можно убить номер один Тролли конечно в 10 тысячах мы не убьем Понятной причиной Давайте дадим им ослабость Рога будет пытаться срезать Непонятное дело не номер один Номер один мы срезать не сможем Рога ходит в 8 Вы можете заметить Давайте для нас самое опасное Здесь тролли Поэтому давайте их просто ядом закидаем Ну, минус 2000 Это без шансов Причем он скрита ударил То есть для нас это просто без шансов Мы не сможем воскресить его Пробуем срезать ядом Да, я точно слабо работал Ну, я не знаю, кто делает тех троллей Их просто невозможно пробить Они просто ваншотают отряд Я не знаю, что тут здесь Что должно быть Которое могло бы пробить этих троллей Я думаю, что скорее всего Тут можно пройти через уклонение Но опять же, вопрос На ком это уклонение работает Минус 1 мы убили Минус 1 Минус 1 Танк за счет блока выжил Танк за счет блока еще раз выжил Добиваем этого В любом случае, даже если мы их победим Нам нужно будет двигаться дальше То есть мы, если зачистим рано или поздно Это подземелье Ну, как 10-тысячных троллей бить Правда, непонятно Входит тролль, промахивается Нам нужно резурект маны В идеале Для хилов Для магов Постой на него я Он ударил танку очень больно Там практически не пережил Нам не важно Нам просто нужно его добить Даже если весь отряд дальше пойдет Факт в том, что мы Минус 1 группу троллей убьем Поэтому у него еще был в плюсе Даже если он всю пати убьет Он его добить Значит мы выиграли А мы его смогли добить Мы выиграли Вся пати легла Кроме роги И это потому, что у него уклонение Очень сильно встает Понятное дело, что мы не сможем Никого воскресить Потому что воскрешение весьма работает Резурект тоже не работает Потому что Поэтому мы просто валим Из-под земли Вся пати легла Но мы пробили троллей Поэтому на этом Я думаю Мы вместе с нами и закончим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова